В результате возбуждено 14 дел. Это больше, чем за два предыдущих года. Правда, законы так несовершенны, что привлечь к ответственности обидчика, например, за комментарии в интернете, очень сложно. Расизму, ксенофобии и другим видам вражды и нетерпимости не место в латвийских средствах массовой информации. Больше всего от этого страдают интернет-порталы. Если статьи, размещенные на просторы всемирной сети, чаще всего вполне приличные, то вот в комментариях, как правило, царит бардак, нередко задевающий ту или иную часть общества. И пока с этим ничего не подделаешь. Границу между свободой слова и оскорблениями не могут провести даже специалисты. Если бы журналисты и общество в целом знало бы какие-то эти критерии, на основании которых мы можем оценить, если там разжигание национальной нервности или это просто какое-то мнение, которое может какому-то части общества не нравиться, но демократическому обществу оно легитимно. Я думаю, если бы такая информация была больше, это тоже бы способствовало уменьшению этих таких случаев. Пока же количество реальных уголовных дел за разжигание вражды в интернете с каждым годом растет. За неполный 2012 год их уже 14. Это больше, чем за весь прошлый год и больше, чем в 2009 и 2010 годах вместе взятых. Впрочем, по словам генпрокурора Латвии Эрика Калмэриса, таких дел могло быть куда больше. Правоохранительным органам также не хватает четких критериев, как определить, является ли конкретное высказывание в интернете разжиганием ненависти или это просто личное мнение человека. В таких случаях или следователь, или прокурор дает поручение, то есть назначает экспертизу, специалисту. Если заключение такое, что позволяет привлечь человека к уголовной ответственности, это случается. Но тут нужно учесть еще один момент, что защита также обращается к таким же специалистам, и тогда уже нужно суду разобраться, которое заключение более обоснованное. Впрочем, как уверены в ассоциации журналистов, свои собственные критерии для комментариев и статей может устанавливать каждое средство массовой информации, исходя из соображений этики. Кроме того, ограничить хамские выходки в интернете могло бы введение обязательной регистрации для желающих оставлять комментарии. Если тут была бы какая-нибудь регистрация, там, может быть, человек может пойти там через Твиттерс или в Драги МЛВ, тогда вся храбрость, вот я такой, я могу сказать по президенту, что он лох или чего еще-нибудь, тогда это все как бы рухнет. И это практика, которую делают наши коллеги в других странах. К слову, отметим, как уверяют в правоохранительных органах, если в Латвии 90% случаев вражды в СМИ имеют национальную подоплеку, то в других странах Европы все чаще ругань в интернете имеет религиозную основу, что куда опаснее. Сергей Герасимов, Агилск, крупный экс-латвийская телевизия. Только что поступило сообщение на фабрике по производству текстильных изделий, в Торнень-Калансе на улице Елговес обвалилась крыша. Подробности происшествия выясняются. Пожарные и спасатели уже выехали на помощь. Возможно, есть пострадавшие. Профсоюз службы пробации, которая занимается надзором над преступниками и их интеграцией в общество, снова готов к протестам. Все потому, что обещанного повышения зарплат сотрудники так и не дождались. Недельные переговоры решат, быть ли забастовки. Служба пробации ведет надзор за только освободившимися заключенными. В общей сложности сотрудниками организации являются 350 человек. И если раньше надзор за бывшими преступниками совершался 40 часов в неделю, то теперь уже несколько месяцев подряд рабочий график сокращен до 32 часов. А это значит, что в пятницу, субботу и воскресенье за экс-заключенными не следит никто. Кроме того, профсоюз сотрудников службы пробации грозит устроить забастовку, если в ближайшее время им не увеличат зарплату и не добавят недостающие рабочие часы. И написали своим членам профсоюза письмо всем нашему руководству, министерству, министру президентов и всем тоже о своих намерениях, о своих требованиях и о том, что мы очень тревожимся о наших сотрудниках. Они с 1 января могут просто уйти. Профсоюз работников пробации пока не нашел поддержку со стороны Министерства юстиции и Сейма о повышении зарплат. Сотрудники требуют их увеличения до 400 латов после вычета налогов и еще надбавку к зарплате в размере 10% за работу в особо опасных условиях. В данный момент рядовые сотрудники службы получают на руки от 230 до 280 латов. Руководство службы пробации завтра получит письмо от профсоюза с конкретными требованиями. И в течение нескольких дней руководители организации должны дать ответ, будут ли удовлетворены просьбы работников или же нет. В нашем государстве существует единая система зарплаты в госучреждениях. И на сегодняшний день сотрудники пробации со своими зарплатами, они очень, скажем, далеко от тех стандартов высших, которые указаны, которые возможны при их работе, скажем, и которые они могли юридически получать зарплату за свою работу. В случае, если правление по какой-либо причине не сможет удовлетворить требования своих сотрудников, профсоюз готов пойти на более радикальный шаг и устроить забастовку. Добавлю, что для повышения зарплат требуется 350 тысяч латов. Андрей Дмитриев, Эгил Скурпник, Слатвийское телевидение. В полицию самоуправления Елгова вчера поступил сигнал от жителей города о том, что по улице Астера бегает леса. Возможно, бешеная. А потому люди обеспокоены и просят принять меры. Как отмечает портал «Новое», позднее из оперативного центра информации самоуправления, куда патрульные передали сообщение о лесе, был получен ответ.